Всем привет! Ну что, девчата, начала я новый влог, который посвящается приготовлению к моему дню рождения. У меня день рождения будет 25 марта, и я уже за неделю начинаю готовиться. Вчера я уже покрасила корни, покрасила волосы, в общем, руки привела в порядок, лицо там, чистка, маска, все дела сделала. И дочка мне говорит, пора тебе сделать эпиляцию усов. Мы с ней делали видео, если вы смотрели на ее канале. Эпиляцию первый раз в жизни она мне сделала, это было в начале января. Но она сказала, что нужно будет повторить это через 3 недели, уже прошло 2,5 месяца, и опять вот эти усики у меня уже появились, которые она заметила и мне сказала. Ну, я ей говорю, давай, может быть, опять ты мне их удалишь. У меня рука не поднимается себе, боль причинит, честно говоря. Она говорит, ничего, все сделаешь сама, все, ты уже знаешь, как это получится. В общем, я, короче, с ужасом, с дрожью в коленках готовлюсь к этому событию. Сегодня посмотрела я это видео, чтобы напомнить себе, как это все делается, потому что, ну, уже подзабылась немножко. Ну, в общем, начнем давайте. Я поставила тут зеркало перед собой. Значит, первое, что нужно сделать, это губы смазать гигиенической губной, чтобы не прилипло вот этот воск, чтобы не прилип к губам, чтобы вместе с губой это все не оторвалось. Дальше, вот она мне дала вот такие вот восковые полосочки. Их надо разогреть между рук. Так она делала. В общем, все, что делала она, я теперь буду делать я. Ну, в общем, разогреть я так поднялась. Я не знаю, сколько это надо гриб, чтобы они смягчились, я так понимаю. Да, это же просто. Так, и надо отрезать край. Ой, честно говоря, у меня аж сердце замирает. Я боюсь уже, девочки. Так, ну, разогрела вроде. В общем, короче, ужас. Ужас. Доча, если ты смотришь, ты моя мучительница, а ты будешь смотреть, я знаю. Такой кошмар пропустить нельзя. В общем, молча делаю сейчас. Ой! Твою мать! Что-то тут осталось. Ой, какой кошмар, какой кошмар. Что я делаю? Вообще, что-то мне эти полоски не очень нравятся. Я смотрю, вроде как, на месте все. Ой, блин! Твою мать! Ага! То есть, я сейчас сдирала по направлению, оно не сдиралось, а против направления содралось. Ладно. В другую сторону. М-м-м-м. Ой, блин! Как это больно! Ужас. Ну-ка. Я в шоке вообще. Блин! Это ужасно. Короче, надо дочистить уже. Меньше болит, конечно. А, ну, шесть. Я видела, как она это делает себе. Ой! Кошмар. 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 Так, вторая часть у меня тут еще есть. Еще ж на подбородке растут они, понимаете? Вот тут еще растут. Так, ну, тут я не могу понять. Сейчас я возьму вылечительное стекло, зеркало. О, так я вижу. Ну, поудалялось. Так, теперь бороду будем сбривать. Ой! Может быть, не нужно было так запускать, но... Как-то вот забываю. Ну, я вообще думала, может, обойдется. Может, не надо будет мне это делать. Ай! Музыка. Жесть! Тоже волосинки растут. Ой! Уже удалять, так удалять. Конечно, ужасно. Все. Ладно, хватит, я думаю, мучить себя. Удалила, по крайней мере. Дочка может проверить. Доча, ты потом проверишь. Все нормально удалила. Вольно опять печет, но первый раз было ужаснее и страшнее. Сейчас уже я как бы знаю, что меня ждет. Я уже к этому подготовлена. Так, а теперь вот эту красноту все нужно смазать маслицем. Маслица у меня для лица нету, но она сказала, что можно смазать маслом каким-то вот таким. Но вот у меня льняное масло есть. Я попробую сейчас им это сделать. И удалить остатки еще воска, вот этого масла. Оно и успокаивать должно. Ага, маловато будет. Сделаем по-другому. Я сегодня никуда не иду. Я занимаюсь домашними делами. Ну, масла я не жалею. Масла мне не жалко. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Надо ему немножечко тут побыть на лице. Пусть оно попитает и спокоит. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, хуже не будет от растительного масла. Но нету у меня масла на лицах просто. Как красота! Страшная сила! Красота, страшная сила! Девочки, я решила удалить масло растительное. Я вспомнила, что у меня есть остатки микродерма, мерикейская. И там с микродермой есть бальзам успокаивающий. То есть, после чистки лица, вот этот бальзам, он снимает вот это вот как воспаление, жжение неприятное. Я хочу попробовать сейчас этим бальзамом нанести. и почувствовать, что действительно она успокоит. Кожа как воспаленная, она болит. Вот, кстати, говорю, успокаивает моментально. Я помню, когда микродермой первый раз нанесла, очистку делала микродермой вот этой мерикейской. Она такая мелкая-мелкая, знаете, как мелкая-мелкая наждачка. И просто когда, если делаешь много или какие-то усилия, на некоторых местах потом прямо печет кожа, как тонкий слой кожи как будто бы снимается. И потом вот этот вот бальзамчик, он очень быстро успокаивает кожу и снимает вот эту вот боль, жжение, вот это все. Вот просто вот сейчас вот комфортно себя чувствую, как будто я ничего не делала. Прямо моментально в моменте. Супер! Я не знаю, продается это отдельно или нет, такой вот пузыречек. Ну вот он продается вместе с микродермой. Просто советую. Хорошо после апелляции. Все, вот у меня уже ничего не горит, ничего не болит. Вот. Хочу показать, как выглядит микродерма. Ну вообще вот этот набор, он продается вот так в наборе. И вот микродерма, и вот этот вот бальзам, они вместе вот на коробочке продаются. Но стоит не дешево. Оно тогда стоило не дешево, когда я брала. Сейчас уже еще дороже стоит, наверное. Но это вот у меня остатки еще остались, еще с тех времен, когда я была консультантом на реке. А еще я хочу вам показать, как я ухаживаю за руками. У меня уже раз пошла такая пляска, уход полностью. Вообще-то завершен практически. Осталось только вот немножко поухаживать за руками. И также у меня для этого еще остатки моряки остались, уход за руками. Это вот воск, скраб. Но крем уже другой. Крем просто бархатные ручки. Поэтому сейчас я быстренько поухаживаю за руками. Так, воска тут чуть-чуть еще есть. Сейчас выжмем. Вот, буквально немножечко, достаточно. Девочки, хочу вам сказать, кольцо я не снимаю. Вообще, конечно, кольцо надо бы снимать. Ну, по крайней мере, когда месишь тесто. Ну, я левой рукой не месю тесто. А потом я могу сказать, что я вообще его никак не месю. Я не люблю тесто месить. Поэтому я, в принципе, тестом и не занимаюсь. Вот. Кольцо это мне на 45 лет дочка подарила. И вот оно уже сейчас не снимается. Но, по крайней мере, в принципе, можно снять при необходимости. Я когда делала, как-то МРТ, по-моему, или что-то такое делала, мне попросили все золото с себя снять. Ну, тогда я с трудом не сняла. Вообще не снимаю. Но оно все смывается, все нормально. В общем, воск этот, он питает руки. Руки так, как сохнут. Я часто вот что-то в воде все время мою, там, то тарелки, посуду готовлю, что-то делаю. У меня руки сохнут. Хотя вот Фаберли, который последний раз я брала для рук, это жидкое мыло для рук. Ну, вот это вот, да, я вам показывала. Мне нравится. Очень мягкое средство, очень хорошее. Руки не сушит. Вообще классно. Вот. Ну, вот я нанесла воск. Оно и смягчает кожу, согревает, летает. Ну, вот такое, как жирненькое. Остатки воска просто салфеточкой надо удалить. Все. Брали. И вот это вот морякеевское, это скраб для рук. Я его уже даже разбавляла. У меня как-то засох. Он сейчас жидковатый, он даже погуще бывает. Ну, надолго. Вообще, я не знаю, сколько. Сколько я его назад брала? Года три? Нет, может, даже больше. Вообще, морякейские средства, они долго хранятся. У них срок годности, ну, в основном, три года. Ну, это, наверное, уже даже, может быть, три года, может быть, больше. Я не помню, даже подобрала. Ну, надо чаще, конечно, вот это все процедуры такие проделывать. Ну, я то забываю, то если вспомню, бывает, у меня уже лень там легла. Лучше, конечно, делать на ночь. Бывает, днем сделаю, а потом за воду через некоторое время полезла в воду что-то мыть. Тарелочку мне вдруг захотелось какую-нибудь помыть. И все смыла. Лучше, конечно, делать уход за руками на ночь, чтобы уже кремом попитать все. И лечь спать, и за ночь уже ручки кайфануть. Вот пару минут вот так поскрабировать можно, и потом смыть водой вот это все. Ну, все, прекрасно, и колечко тоже почистилось, помылось, все хорошо. И теперь вот крем бархатной ручки, вот такой. Обычный крем брала в магнит-косметик, увлажняющий крем для рук. Мне он очень нравится, приятный. Морякейский он быстро просто закончился, но я им пользовалась чаще, чем скрабом, поэтому он закончился быстро. А этот набор, ну, это продавался набор из трех, из трех, можно сказать, этих баночек, да, воск, скраб и крем увлажняющий, вот, брякейский. Ну, вот, что осталось пока, тем пользуюсь. Ничего, меня это устраивает. Хороший крем вот этот, бархатные ручки, недорогой. Все, ручки мои готовы. Можно теперь лечь и отдыхать. В общем, весь уход я за собой завершила. Теперь я себя чувствую хорошо. Ну, а кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok